Конкурс «Белый пух» в Венсплосе проходит уже 14 лет, с тех пор, когда главным архитектором города стала Дайга Дзеданы. Она, будучи рижанкой, на протяжении многих лет приглашала для работы в Венсплос известных латвийских архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. Каждый год церемония награждения проходит на различных архитектурных объектах Венсплоса. В этом году лучших из лучших удостоился принять новый зал в театральном доме Юросварты. На торжественное мероприятие были приглашены и певица Анта Эндела, и группа Зала. В Латвии не так много подобных конкурсов архитектуры и дизайна, поэтому на Венсплоское мероприятие собираются даже те, кто живет и работает далеко. А так как награждение проходит в конце года, конкурсу присвоено название «Белый пух». В этот раз титул строения года за период 2014-2015 годов получили фирма «Вент Проект» за здание Венсплосского прихода адвентистов 7 дня по улице Николая 9, архитектор Светлана Сизаса, архитектор Вита Баладе за детскую игровую площадку «Земля чудес» на улице Вирвес-3, архитектор Эллина Рожулапа за здание Центра электроники в Парке высоких технологий и архитектор Марина Михайлова за перестройку и восстановление исторического жилого здания по улице Тыргус-11. Титулом «Лучшая рекламная вывеска» был награжден салон красоты «Амбер», а лучшей строительной фирмой была признана «Самроды». Лауреатов на титул «Лучшее строение», «Рекламная вывеска» и «Строительная компания» определяют профессиональное жюри. В свою очередь главный титул конкурса «Белый пух» «Гусь-2015» и призы «Овца или баран-2015» присваиваются по результатам коллегиальной оценки. В этом году обладателем титула «Гусь-2015» стал Алды Саббеле за восстановление исторического здания по улице Тыргус-11 и его перестройку в гостиничный и ресторанный комплекс. Как отметил сам исполнительный директор Венсполской гордумы, который по своему призванию историк, это были долгие годы реставрационных работ. «Примерно 12 лет назад, на тот момент я уже два года жил в Венсполсе, решил, что хочу обновить какое-то историческое здание в Венсполсе. Довольно осознанно искал, и это здание не было среди тех, о которых я всерьез задумывался. Вы видите на этой фотографии, как это здание выглядело снаружи в то время, когда я его приобрел. Изначально оно не привлекло». «В его реставрацию вложено 12 лет работы, все свободные средства, которые были собраны по крохам». Также Аббела не постеснялся отметить, что софинансирование самоуправления помогло восстановить практически из руин это здание в старом городе. Интересно то, что буквально за день до награждения Алды Саббела подписал договор о покупке еще одного здания в старой части Венсполса. «Я по профессии историк, и это, так сказать, профессиональный вызов для меня. Можно было, конечно, построить заново дом, покрасить его, а не реставрировать. А почему бы решили это здание сделать общественным? Я считаю, что такие исторические здания должны быть открыты для публики. Сколько у нас в Венсполсе таких зданий? Три, четыре, максимум пять». Звание Овца 2015 в этом году досталось Элина Рожелапа за здание Центра электроники Ханса Матрикс в Парке высоких технологий, Деяна Залана за хорошую архитектурную работу над жилым зданием по улице Ринтя 14 и Кристина Вагнеры за строгий и последовательный контроль работ над комплексом Венсполского техникума. Титул «Баран-2015» получили Рихардс Розейте за производственное здание по улице Рупнецебес-24, Айварс Рудзац за реконструкцию и благоустройство, прилегающее к причалу территории и разработку маленького чуда в Зимнем порту, и Вилмар Стербец за интересное решение в интерьере комплекса Венсполского техникума. Диана Олехнович, Гонда Порнец, Эдгар Синдриксон, Скурзамское телевидение.